Всем привет, меня зовут Марина, и сегодня будет обзор покупок таких, как обзор именно с магазина Светофор. Также я делаю обзоры на Доброцен и на Фикс Прайс, то есть это сеть магазинов, которые с низкими ценами. Народные магазины, можно сказать так, магазины-склады, ну кроме Фикс Прайс. Поэтому там всегда что-то интересненькое можно найти по хорошей цене. Сейчас у нас март, и какие цены, давайте посмотрим. Все знают, как скаканул доллар за 100 рублей. Ну и смотрю, кое-что подорожало, что-то под старой цене, видимо, распродается еще по старым ценам продукты какие-то. Ну и поехали. Ну и первое дело, что я вам покажу, я не знаю, куда делась столь бумага в Доброцене, просто вообще нет, я не знаю, в нашем, по крайней мере, вот. Здесь тоже уже какой раз я не вижу нормальной бумаги. Вот в этот раз завезли вот такую, ну мы, конечно, не часто там бываем в этих магазинах, но когда бываем, вечно ничего не можем найти в этом плане. Вот такая фирма Софитель, здесь у нас 8 рулонов, серенькая. Бумага такая, всем знакомая, в общем, вот такая, за 60 рублей 8 рулонов, кстати. Плотная, кстати, бумага, то есть я взяла, потому что она плотная, вроде не рыхлая. Вот, 8 рулонов, 60 рублей. И пишут, что в каждом рулоне 54 метра, вот. Про запас взяла опять вот эти лампочки, у нас они самые ходовые в семье, светодиодные лампы, кстати. А я даже не глянула, какой свет, слава богу, он здесь холодный. Только сейчас прочитала. Вот, не могу сказать, что они супер долго прям служат, но вполне нормальные. В запасе я всегда храню побольше лампочек, но все равно же от запаса бросила их себе в корзинку. Надо проверить, рабочий нет. Производитель старт. Китай. 45 рублей каждая лампочка. В принципе, зачем мы поехали, в первую очередь, за вот этим порошком. Bimax Color автомат. Выгодная цена. Вот на порошок как раз-таки я, когда брала, по-моему, Bimax, ну, тоже 6 килограмм, но не сколько-то месяцев назад, но до Нового года. Вот. Он был дешевый, сейчас, мне кажется, он подорожал. Вот. Color, обычный порошок, в фикс-прессе беру, везде могу брать, где выгодная цена. Цена на порошок 373 рубля 50 копеек. Ну, 373, 50 копеек. По-моему, был 300 рублей. Вот, мне кажется, когда я последний раз его брала. Ну, там, с какими-то копеечками. Или 290, что-то такое. Мне показалось, что он подорожал. Про запас взяла модуль. Модуль – это такая вещь всегда нужная для жесткой воды, 170 литров. Модуль сменный фильтрующий. По-моему, он стал немножечко дороже. Думаю, все знают, что это такое. В кувшин. Кувшин также имеется в виду в продаже в светофории. Так что обратите внимание, кому надо. Нормальные фильтры. Они, конечно, более легенькие, но не дешевые. Можно часто их менять. Цена 87 рублей. Заинтересовала вот такое средство. Не знаю, какое оно по качеству. Это именно не антижир. Это был такой вариант антижира. Причем несколько всяких разных вариантов. Ну, я взяла именно антиналет. У меня вечно проблемы с камнем. Вода вечно плохая. Вот. И вот попробую потом почистить этим средством какой-нибудь камень. Там на унитазе, либо там на кранах. Вот антижавчина. Быстрое действие. Чистящие средства для ванной комнаты. Пол-литра. Компоненты из Германии. Вот, сейчас прочитала. Family Friend. Семейный друзей. Семья друзей, что переводится. Мы можем прочитать, что здесь предприменем необходимо проверить на малой площади сначала, прежде чем вырабатывать всю поверхность. Распылить. Через 20-30 минут вытереть. Короче, примерно все это одинаково, как обычно. И на основе идет щавелевая кислота. Обманываю не щавелевая. В магазине читала. Арта, фосфорная кислота. Но она, по-моему, стоит на последнем месте. Как бы она была не слабенькая. Ну ладно, проверим, посмотрим. Обычно я пользуюсь средством с фикс-прайсом. Мне очень нравится. Надеюсь, что это будет не слабее. Цена 59,90. Ну, округляем, как всегда. 60 рублей стоит вот это средство. Ну и, как всегда, выгодно приобрести АОС Бальзам. Именно в магазине Светофор. Это дешевле, чем везде. Целый литр АОС. Я считаю, что это не подделка. Потому что я уже брала. И, знаете, ничем средство не отличается от фикс-прайсовского. Магнитовского, до любого магазина. Ленты, АОС, чего хотите. Здесь вот именно Бальзам. В ней жидкая. И очень даже приятно пахнет. Ну и цена 70 рублей. Просто замечательная. 70 рублей. Далее приобрела вот такие полотенца. Всегда нужные. Релакс. Два бумажных полотенца. Надежные, прочные. Двухслойные. Вот именно такой упаковки беру первый раз. Ну, люблю брать в Светофоре полотенца. Они выгодные. Большие. На бога хватает. Ну, правда, были другие производители. Но эта роль и не играет. Взяла про запасы. Тоже, как видите, они тисненые. И плотненькие. Хорошие. Большие. Прям здоровый. Класс. Мне теперь в летнюю кухню надо. И в мою кухню стандартную. В доме. 70 рублей стоит эта упаковка. Что-то никак не заканчиваются. Прямо такие всякие спиртства. Гимические. Так. Вот, значит, повторная покупка. 100 раз покупала. Пользуемся. Постоянно влажной слофеткой для всей семьи. Сентибактериальным эффектом. Также есть детские. С детскими картинками. Более ухаживающие. Ну, они были 50, по-моему. Почти 160 рублей все-таки поднялась цена. Рублей 10. Тут 180 штук. Кстати, может быть, их стало меньше. Было их, по-моему, больше раньше. Так. Влажные слофетки. Значит, и эти стоят 49,90. 50 рублей. И 50, по-моему, 9 детские. Ну, взяла пачку про запас. Ну, что-то как-то раньше они более набитые были. Мне кажется, их было больше. Да, мне, кстати, не кажется. Камера у меня тут летает. Мне, кстати, не кажется. Их раньше было даже не 180, а 220 штук. И стоили там 42 рубля или 40. Какая-то такая цена. Сейчас получается 50. И всего 180 штук. Ну, по пакету заметно. Он полупустой. Цена выросла. Ну, также продолжается нормальная цена на вот такие всякие штучки. 25 рублей. 15 штук. Милана. Три капельки. Кому надо, интересует. Ну, я думаю, все знают, что показывать. Смысл нет. Все же, как ни крути с ценами. Все-таки цены выгодны. И как бы надо все-таки и порошок затариваться. Потому что в других магазинах, по-моему, он дороже. Стоит все-таки 6 килограмм. Далее пойдут продукты. Вот первый раз взяла в Светофоре вот такое масло. Это у нас горчичное масло. Традиционно нерафинированное. Холодный отжим. Сночный жирных кислок омега. Витамины Е. Вы тут все можете прочитать. Поэтому решила попробовать взять. Кстати, ни разу что-то не покупала. Для салатов жаркие выпечки оно подходит. Сейчас попробуем, какое оно на вкус. 100% нерафинированное горчичное масло. Не содержит ГМО. Его здесь даже больше, чем пол-литра. 675 грамм. Так, читаю, что обещают нам нежный вкус и тонкий аромат настоящего горчичного масла. Изготовлено по традиционной технологии. Метом холодного прессования. Подходит для холодных и горячих блюд. Не получилось у меня нормально выдернуть эту петлю. Ну, ладно. Да, попробовала. Несладкая, не кислая. Действительно имеет какой-то привкус горчицы. Сразу могу сказать. Но не любит, не терпит горчицу. Я думаю, вам оно... Либо вы его не поймете, либо вам оно не понравится. Ну, очень необычный привкус. По крайней мере, для меня. Кто привык, тот, наверное, спокойно переносит. Но мы привыкнем. Я думаю, никто не заметит, если я буду салатики добавлять. В общем, интересный продукт. Будем пробовать. Ну, прям горчичка чувствуется в привкусе. Цена этого масла горчичного 76 рублей 50 копеек. Ну, грубо говоря, 77 рублей, если мы уберем копейки. Но будем надеяться, что оно очень полезное. Так, увидела финики. Раньше видела финки какие-то. То ли в доброценице, то ли в светофоре. Но они мне не внушали доверие. Это были другие совершенно упаковки. Здесь показались очень даже аппетитными. Вот цена, не помню какая. Здесь целый килограмм, кстати. Сейчас посмотрим цену. Не помню. Сушеный с косточкой. Кстати, изготовитель Иран. Вот как. Так, обязательно нужно промыть. Противопоказания тут есть. И так далее. Ну, почему взяла? Потому что они целенькие. Не какие-то поломанные, не полудробленные. Хорошо выглядят. Цена у этих фиников 89-90. 90 рублей стоит целый килограмм фиников. Это очень низкая цена. Ну, как здорово, что мы их делим. Я помню, такая цена на финики была, наверное, лет... Даже, чтобы сказать, когда? 10. Может быть, 12 назад. Я на развес покупала по 90 рублей финики. Вот меня прямо... Я помню, купили мы их очень много. По 90 рублей килограмм. И поэтому мне это врезалось в память. Что-то... Ну, это было 15 лет назад. Потом, конечно, цена на них уже выросла 150 раз. Мы бы за 150 рублей покупали. За 190. Это прям вообще красота. Далее. Приобрела вот такой рис кубанский для плова. Вот. Поэтому от Увелки, кстати. Ну, по 800 грамм. Каждая пачка у нас риса по 55 рублей. 800 грамм. Не могу сказать, выгодна эта цена или нет. Мне кажется, магнитик такая же цена. Так. Ну, повторная покупка. Виола, Валио, Дружба, плавленый сыр. Изготавливается, по-моему, в Москве. Да, правильно, Одинцова. И вот тут 400 грамм. Кстати, в этот раз ассортимент прям был очень большой. И с грибами. Но другой был производитель. Также с Вечиной. Еще производитель. Цена такая же. 140 рублей. Тут 400 грамм. Где-то 145. Те сыры были аналогичные цены. И были все разные фирмы. Я их не запомнила. Ну, такие же коробочки, тоже плавленые сыры. Я просто побоялась их брать. Мы их не пробовали. Виола-то мы знаем. Вроде как брали. И давно брали. А тот сыр, как бы, для меня неизвестен. Но упаковки были прям очень красивые. Ну, и цена не ниже. Ну, состав тут восстановленное. Сухое молоко. Обезжиренное. Сыр, кстати, точная цена. 145.50. По-моему, в последний раз я его чуть дешевле брала. На рубли 5-7, наверное, точно. Ну, опять-таки, если я не ошибаюсь. Именно вот такой горошек ни разу не брала. Именно такой. Безгемон написанный зеленый горошек. Высший сорт. Объем 425 миллилитров. Вот в такой упаковке взяла. Цена просто была замечательная. Ну, думаю, про запас надо вот взять. И в подвальчик-то убрать. Тут лежит. Каждая баночка по 31 рублю. Вполне нормальная. Так, скумбрию нашли в одном варианте только в этот раз. Скумбрия дальневосточная. Натуральная с добавлением масла. Куски. Именно такую еще не пробовали. Вот первый раз увидела. Покупала другую. Была просто сказка вкусная. Ну, как сказка. Ну, вкусная была. Скумбрия с хорошими кусочками. Я в своем виде где-то даже вскрывала банку, показывала. Так, по составу. Рыба скумбрия дальневосточная. Куски. Масло подсолнечное. Рафинированное. Дезодорированное. Соль. Поваренная пищевая. Перец. Душистый горошек. Ничего лишнего. Владимирский консервный завод. Город Латинск. Вот. Как-то это совсем никакой не приморья. Ну, ладно. Надеюсь, оно будет вкусная консерва. 150 грамм. Наверное, из замороженной рыбы. Жидкость такая, ну, вполне. То есть, не сильно прям там болтыхаются косутия. Кусочки более-менее наполнены. 52 рубля каждая баночка стоит. Для чего беру? Люблю с консервы щи. Просто мне нравится скумбрия. У меня муж просто любит с консервами, бывает, перекусить. Потом также с макаронами. Можно мешать вместо по-флотски. Если макароны по-флотски делать с мясом, а можно еще и вместо мяса с рыбой перемешать. Но это не для каждого. Но иногда бывает хочется. Иногда вот можно побаловаться. Такие рыбные макароны получаются. В смысле такие походные, как в лесу. Как в походе. Вот это был самый простой вариант изготовления пищи. Консерву намешала, вместо тушенки именно рыбную. Потолочью, лучка туда добавить свеженького. И зеленого вообще будет красота. Очень аппетитные получаются макароны по-флотски рыбные. Как всегда, взяла вот специи. Много специй в фитофории. По-моему, там самые выгодные, как мне кажется. Даже выгоднее, чем доброценнее многие специи. Здесь особо без изысков. Приправа для шашлыка по-кавказски. Это стандартно. Постоянно делаем шашлык. Да просто добавляем в любое мясное блюдо. Хоть в плов. Мне нравится. Вполне хорошие специи. Тут много целых 200 грамм. Разные бывают. Для плова тоже. 23 рубля 50 копеек. Хорошая цена. И надолго их хватает. Смесь перцев люблю. Здесь уже молотая, что мне очень нравятся. Разные перцы молотые. Прямо, знаете, ничего не надо самой замешивать. Отлично. 85 грамм. Хорошая цена. Можете прочитать для чего, что и как. Здесь поставить на паузу. Состав опять же можете прочитать. И перец красный острый. И перечерный. А, ну все, это два перца. А, еще душистый. Соль. А, все морская. Короче, три вида перца здесь. Хорошая штука. Замечательная. И также я взяла просто черный перец молотый от Мастердак. 100 грамм. Всегда надо. У нас перца очень много уходит. То на маринады. То не только там на шашлык. То мы коптим там какое-нибудь сало, мясо. Что-нибудь мы коптим. Надо. Просто очень много уходит специи. Также, еще помимо того, что в приготовлении необходимы вот эти все специи в большом количестве. Просто я знаю, что многие семьи вообще там покупают такую пачку. Им на два года ее хватает. Ну, у нас, конечно, не так. Поэтому я очень часто показываю эти специи у себя в видео. Сейчас я уже периодически курочкам мешаю с кормом перец. Черный перец красный для профилактики всяких инфекций. Они прекрасно съедают, любят. Вот поэтому я вот одну пачку вот эту всю взяла просто курочкам. Пусть они его, это, клюют вместе с едой в перемешку. Перец черной молотой 16 рублей. А смесь перцев 18-50. Как всегда, беру свой любимый куселек. В разных вариантах он есть. Вот клюкву чего-то я давно не покупала. Взяла именно с клюквы, со вкусом клюквы. Моментального приготовления. 30 грамм в каждом пакетике. Здесь пакетиков аж 20 по 30 грамм. Естественно, что в красителе здесь никаких соков натуральных нет. Видела со смородиной, клубникой, вишней, какие я только уже не покупала. Вот. 78 рублей стоит этот кисель теперь из 20 штучек. Отлично эта вещь взбивает. Хочется если сладенького, ничего сладкого нет. Дико хочется. А я сладкоежка, у меня просто прямо стресс. Если ничего нет, я прям ничего найти не могу. Я взяла киселя этого и прям с чаем, с телевизором, с фильмом с удовольствием выпила. Он не сильно жидкий, по крайней мере, всегда был. Достаточно приятный, не переслащенный, но тоже сладенький. В общем, такой хороший десертик. Кстати, еще одна пачка перца. Что-то я не увидела. Так, прихватила колбасу. Наша россиянка. Вкусно доступно. Колбаса сырокопченая, зернистая, особая. Хоть что-то новое наконец-таки привезли. Так, вот с такими картинками симпатичными. Надо попробовать, что за колбаса. Так, читаю. Фелия, куриный грудок, шпик, свинина, белковый стабилизатор. И пошло-поехало. Соевый, крахмальный. Куча пряностей. Неполезности даже есть. Механической вроде бы балки я не нашла. Ну, естественно, усилители вкуса тоже есть. Цена на эту колбасу 412 рублей за килограмм. Палка мне вот эта вышла. 119, ну, 120 рублей. Так побаловаться. Ну, так срезина выглядит. Вполне нормальная колбаска. И, как видите, она вообще не жирная. Сухенькая такая. Вот как все любят сухую колбасу без лишнего жира. По крайней мере, в начале самом. Ну, приятно. Мне понравилось. Вполне можно там иногда так побаловаться. Вообще, колбасу мы как бредка покупаем. Ну, не удержались, купили лещ. Смотрим, прям леща завезли. Он такой аппетитный, крупненький. Цена-то всего 100 рублей за эти два леща. Это очень выгодная цена. Рыба очень сильно подорожала еще до вот этих последних событий. Поэтому, думаю, ну, пока 100 рублей надо взять. Как всегда, это у нас золотая фишка. Уже сколько раз брали. Кто-то пишет, что это прям нельзя. Писали в комментариях. Брать эту рыбу, она плохая, ужасная. Кто-то пишет, что классная. Ну, нам по вкусу она нравится. Ну, не знаю, что там ужасного может быть. Если кто-то знает, напишите. Может быть, мы тоже перестанем брать. Ну, на вкус нам всегда нравится, в принципе. Редко, когда попадалась какая-то не очень. Ну, очень прям. Почти никогда. Разок, наверное. Один раз какая-то она была. То ли какая-то потухшая. Один раз, по-моему. Было такое. Ну, в принципе, в остальные разы все хорошо. Мягкая, не пересушенная. Ну, может быть, икра есть даже. Не знаю. Вот, кстати, на день рождения мужчинам, парням, кто пиво любит с рыбой. Вот на 20 февраля вот такого леща можно было прям много набрать. Это было бы очень выгодно. И букет вышел бы не такой дорогой. Плюс там всякие плюшки интересные. Там колбаски в том же светофоре можно приобрести. Которые на шпажке одеваются. И более выгодный, ну, как бы финансово, более бюджетный получился вот этот рыбный букет. Я думаю, эта тема еще актуальна. Как бы продаются даже такие букеты, составляются на заказ у нас в городе. Так как вообще даже не дешево. Продукты дорогие, плюс работа. Ну, а тут сами можно собрать. И там срок что-то добавить. И, в принципе, эта рыба, она очень хорошо сэкономит деньги. Ну, кому это необходимо. Далее я прикладила свой любимый гематоген. Гематоген. Вообще люблю я гематоген. Это у нас форта детский. Батк пищи. Точно такой же в аптеках продается. Она прямо один в один. Тот же сам производитель. Просто там продается по штучным аптеках. А здесь можно купить сразу 10 штучек. И более выгодная цена. Не 12 рублей, не 16, как в аптеках бывает. Так, если кому надо, посмотрите. Здесь идет альбумин черный пищевой. Это гемоглобин. У кого проблемы с железом в организме, у детей, у взрослых, я считаю, что как бы почему как добавку не принимать. Там капсулам, препаратам. Цена 89 рублей. То есть получается 9 рублей каждый батончик. У меня это место сладостей. Хотя я себе купила вот такие конфетки Жена Самурая, конфеты, садуница. Мне нравится. По-моему, Жена Самурая так же называется. Мне нравятся эти конфеты. И они все популярные. И, кстати, достаточно не самые там дешевые. Я покупала в этих стандартных магазинах сетевых. Там магниты, пятерочки. Даже в X-Price покупала, помню, пачечку небольшую. Вкусные были конфеты. Я не пойму, это то ли те же самые, вот, только спорьтесь. Либо это аналогичные, только более дешевый бюджетный вариант для светофора. Я не могу понять, подскажите. В общем, конфеты 10 целых килограмм. Они глазированные, комбинированные с корпусами. Из мягкой карамели с начинкой, типа пралинная жена самурая. Изготовить из ладуница у нас. Омск. Можете состав посмотреть. Огромный, как всегда. Не успела открыть пакет, как он здесь просто порвался. Я уже просто попила кофе. Конфетка, ну, по-моему, так же выглядит. Либо не так. Я запуталась в них. Но эти конфеты конкретно, 200 рублей, кстати, килограмм стоят. Мне они не очень понравились. Они как бы задуманы хорошо. Должны быть вкусненькие. Но они глиняные. Вот. Со вкусом батончика. Но при этом имеют карамельный сливочный привкус. То есть привкус приятный. Но если бы они еще не липли никуда. Видите, батончик серединка. А по краям, типа, как вафли, что ли. Вот полосочки разрезаны. Или карамель идет с вафелькой тончайшей. Или мне показалось, что здесь вафли какая-то. В общем, короче, очень какие-то конфеты. Знаете, ну, не знаю. Больше я точно покупать не буду. Слишком много. Мне кажется, либо соя, либо пальмового масла. В общем, жиры вот эти непонятные. В общем, целый килограмм. Почему не 500 грамм? Я не понимаю. Почему вот так не фасовать? Чтобы человек взял ту порцию, которая для него удобна. А так, по вкусу, они не переслащенные. Ну, из-за глины, вот эта глина, мне прям вот она раздражает. Ну, многие, знаете, сколько я вижу обзоры. Многие прям хвалят, им нравится. Ну, возможно. Тут, видимо, дело вкуса. В принципе, это сегодня все мои покупки. Заплатила, вот по чеку смотрю, 2255 рублей. Конечно, вот за эту кучку что-то слишком большая сумма вышла. Как всегда, я в шоке на кассе. Потому что я вроде думаю, ничего лишнего не брала. Все какое-то вроде недорогое. В итоге, как всегда, у меня то 3000 выходит, то 2255. В общем, не знаю, что еще дальше впереди будет. Впереди нас ждет какая-то неизвестность, нестабильность. Ну, пожелаю себе и вам, чтобы впереди было светлое будущее, все наладилось и было все хорошо. Всем пока. Мира над головой вам.